И Путин такой молодой сделали, сделали все-таки скрипцам подарок по случаю дня рождения великого кормчего, прям вчера оное случилось, ну так совпало. Сотрудники следственного управления МВД задержали бывшую замглавы Министерства просвещения страны Марину Ракову, не баран чихнул замминистра. Мадам подозревается в хищении 50 с лишним миллионов рублей из бюджета, серьезности всей этой истории добавляет то обстоятельство, что Ракову тут же скоропостижно уволили из Сбера, где после ухода с чиновничьего поста она трудилась на позиции вице-президента. Ух ты! Ну наконец-то борьба с коррупцией во всей красе, пропагандисты, к слову, уже верещат из каждого утюга, вот вам утритесь. Это не какое-то сомнительное расследование и никому не нужного блогера Навального, ребята реальными делами занимаются, изобличают настоящих злодеев, они просто попой тарахтят. Однако, господа, я бы особо не радовался и не аплодировал происходящему, поскольку... Сейчас остановимся на этом подробнее. Начинаем! А начнем с того, что ну очень как-то вовремя весь этот спектакль с Раковой приключился. Народ бухтит. Недоволен результатами выборов с обещанными накануне. Голосования выплатами многих тоже кинули, да и цены в магазинах опять же ни разу не стабилизировались. Напротив, с октября еще злее стали. Да кучи какие-то сволочи. Из международного консорциума журналистов опубликовали за бугром так называемый архив Пандоры, после чего стало понятно, что практически все путинские чиновники связаны с Западом. Все имеют там счета, недвижимость, офшоры и не бедствуют. Ага, а скрипцам в это время подвозят очередную издевательскую новость, согласно которой правительство установило план по сбору штрафов с населения. Даже прописали оно и в бюджете. Отвлекусь, поделюсь конкретикой. И, кстати, до января 24-го специально уполномоченные структуры должны, нет, даже обязаны ограбить нас с вами на 255 миллиардов минимум, короче, понимаете, да? Да, именно. И они там тоже понимают, что уже даже махровые ура-путриоты скрипеть начали. Меня опять терзают смутные сомнения. Ну и все. И появилось дело раковой, которое сейчас можно несколько месяцев к ряду обсасывать в мельчайших подробностях во всех пропагандистских СМИ. Вести бесконечные прямые трансляции из судов. Вновешивать на эту ракову любых собак и даже если потребуется объявить ее крестной матерью всех на свете коррупционеров, собственно, это уже началось. Вон, российская газета. Вчера по горячим следам цельный разворот на Кропала с хлестским заголовком. Феномен карьеры. Резкий взлет и вынужденная посадка. Да они там сейчас толпой, как мухи, на капусту слетелись. Объявленный федеральный розыск экс-замглавы Минпросвещения и бывший вице-президент Сбербанка Марина Ракова в эти минуты дает показания в отделении полиции. Бывшая замминистра просвещения и бывшая вице-президент Сбербанка Марина Ракова объявленная в розыск нашлась. Как мы и предполагали накануне, дело бывшего замминистра просвещения вице-президента Сбербанка Марины Раковой оказалось куда более громким, чем казалось изначально. Но мы-то с вами понимаем, что баба это да просто сакральная жертва, мелочь косопузая, которую тупо решили слить по случаю. Ну слушайте, такое разве бывает? Сидит девочка в кресле целого замминистра, непонятно кстати как она там оказалась, так вот, сидит на такой-то должности и по-тихому ворует. И никто об этом не знает, сама одна выстроила целую преступную схему, тягала десятки миллионов рублей, ни одна собака даже не догадывалась, какую змею на народной груди они там пригрели, ну да. А потом, когда девочку из правительства бортанули, греф за нее вписался и вице-президент и крупнейшего банка РФ посвятил, честно, не смешите мои тапочки, кстати про тапочки, помните? А чем все закончилось? Я к тому, что время идет и пиар-ходы ребятишек вообще не меняются, хотя вот буквально вчера читал комментарии зрителя под одним из своих видео, мол они уже даже врать убедительно разучились, да не разучились. Просто зачем лишний раз напрягаться, если Ваня и так схавает, так что кушайте, не обляпайтесь, Владимир Владимирович угощает по случаю 69-го дня рождения, это реальная журналистика. Праздничное сегодня, поехали! В продолжении темы, которую уже начал поднимать в предыдущей программе, вот в этой, кто не видел, посмотрите, ссылку оставлю в описании. Итак, а помните в 2014 году, когда наш великий президент затеял экономическую войнушку со всем миром и началась замечательная игра санкций, контрсанкций, никто не помнит, что нам тогда говорили? У нас реально начало расти производство в таких важных, сложных отраслях. Мы восстановили компетенцию в радиоэлектронике в значительной степени, в авиастроении, в ракетной области, в фармацевтике сейчас идёт, у нас хорошие процессы, так? Именно, санкции только на пользу, наконец-то займёмся импортозамещением, ну и через 7 лет. Телега с надписью импортозамещения стоит привязанной к той же кривой берёзе, за годы она не сдвинулась ни на сантиметр, причём и ни в какой отрасли. Чё там в бункерной именинник вещал электроника? Авиастроение, фармацевтика где? Я как пользовался импортным смартфоном, так и пользуюсь. Как летал на Боингах с Сейербасами, так и летают, да и в аптеке. От всех болезней по-прежнему предлагают Кагоцелл, Орбидол и Святую Зелёнку. В чём мы импортозаместились? С продуктами та же история. Сплошная отрава из пальмового масла нет? Интересное, кстати, исследование провели в институте Гайдара. Они там пытались найти ответ на вопрос, что мешает замещению, почему оно буксует среди руководителей предприятий. Опрос проводился, так вот, 81%. Знаете, что ответили? Главная причина торможения – банальное отсутствие российских аналогов чего-либо. На втором месте по популярности ответ про очень плохое качество нашего оборудования или сырья. Да что ты, чёрт побери, такое несёшь? Сейчас объясню на пальцах. Представьте, есть совхоз. Им нужны семена, но нет отечественных семян. Приходится закупать, что попало, соответственно, выращивать, что попало. А ещё совхозу нужны комбайны и трактора, но их либо нет, либо одноразовые. Поэтому закупают китайские дальше. В каком-нибудь Челябинске тракторный завод в это время простаивает, и они бы рады запустить производство. Но нужна новая линия, и на эту линию нужен кредит. А Уралмашзавод тоже стоит, почти умер. А у российских банков денег на кредиты нет. И вот она, мельница тут закрутилась. Только крутится она впустую. К слову, Уралмашзавод стоит почти из-за тех же праздников. А. По причине отсутствия кредитов. В. Да потому что разработать для него новую линию, ни одну КБ не в состоянии. Все учёные уехали за Бугоры, работают там. Правда, Песков в этом ничего такого не видит, так и сказал. Невелика потеря. Вы думаете, что я должен комментировать всё, что говорят сотрудники администрации или правительства? У меня своя работа. На самом же деле, проблема сегодняшней России, вот этой вот непрекращающейся засадой, как раз в том, что Путин экономику страны отдал на откуп непрофессионалам, чиновникам. Чиновник никогда ничего не создаст, он под это не заточен. Потому что всё, что этот крендель может, бумажки подписывать, начальству нализывать, да липовые отчёты составлять, вот в прошлом выпуске рассказывал про вечного пресс-секретаря Маркина, который сегодня в Русгидро первым заместителем генерального отрасли гробит. Или в начале этой программы тоже коснулись вороватая чинуша. Вдруг должность вице-президента Сбера получила, и у нас везде так. Или другой пример. Вспомните скандал с Шиесом, казалось бы. Ну куда проще этим чайкам, раз ген подряд на весь мусор в стране получили, построить там действительно нормальный мусороперерабатывающий завод и работать по-человечески. Без шума и пыли. Бандиты в масках буквально заполонили тайгу. Они патрулируют территорию и сопровождают людей. Причём не только активистов, но также туристов и журналистов. Всех пристально снимают на свои регистраторы и телефоны. Всё это вынудило местных жителей создать настоящую систему самообороны. Но чайки, они же тоже дети чиновника. Они тупо не умеют нормально работать. Представляете, это надо построить завод, вложив туда целую кучу денег. Пройдя адовые процедуры согласования времени, опять же, сколько уйдёт. И это только первый этап дальше. Завод не будет перерабатывать мусор сразу в деньги, а значит, надо думать, в какой товар этот мусор перерабатывать. Снова вложения и время. Затем надо придумать, как и кому полученный товар продать. Представляете, сколько геморроя. Ещё раз. Они дети чиновника. Они вообще не знают, что такое долгий рубль. В их сознании бизнес это... Э, чемодан денег мне сюда сейчас принесите. Всё. Поэтому ребяткам проще этот мусор тупо в тайге выбрасывать, а по липовым бумажкам отчитываться, будто переработали. Но самое главное, ни один чиновник не вечен. Папа тех чаек тоже. Они в шоколаде, пока родитель при должности. Завтра отправят на пенсию и всё. Бизнес мальчишек закончился. Это без вариантов. Я к чему, друзья, решил обо всём этом рассказать. И даже растянул он её на две программы. А чтобы разжевать. Модель чиновничьей экономики, которую выстроил именинник, она по определению не жизнеспособна. Это модель хапка. Ни один временщик не заинтересован в долгосрочных вложениях, в развитии предприятий или экономики. Даже если это предприятие сегодня по бумагам как будто бы принадлежит ему, ещё раз поменём добрым словом чаек, они понимают, папа не вечен. Как и его благодетель, а значит то, что у них есть сейчас, оно есть сейчас. И завтрашнего дня у этого сейчас не существует. Ну а все успехи, рывки и прорывы из телевизора, да отнеситесь к этому, как к кино с Брюсом Виллисом, спасающим планету. Вы же не верите, что настоящий Брюс в настоящей жизни бросит всё. И побежит эту планету спасать на самом деле так понятнее. Всё. Переваривайте, это была реальная журналистика, сегодня вот так. Подписывайтесь, кто ещё не подписался, пишите в комментариях, что обо всём услышанном думаете. Законите пообщаться и подискутировать лично, жду вас в нашем телеграм-канале, ссылка в закреплённом комментарии. Впрочем, в остальных соцсетях тоже жду. В друзья добавляйте, с темы предлагайте, поднимем, обсудим. А я за Сим спешу откланяться, пока. Пока.